В этом видео, вот, здравствуйте, ребят, тихо, тихо, господи, я же сказал, что я, да, я же хороший, господи, Выбьем дверь и проткнем копьем его рожу, привет, мои орлы, и что же, мы с вами отправляемся дальше, я решил отправиться вот за этим засранцем, который тут рядом со Скиросом, вообще везде плавает, я решил, почему к нему, как бы, в чем моя логика, сейчас отправиться именно к нему, а потом на Миконос, на задание неприятности в раю, вот это задание, я помню, его еще Юбисофт показывал, это задание связано с охотой на, собственно, вот этот культ космоса, я подумал, давайте, потому что копьем мы прокачиваем, становимся сильнее, больше там очков адреналина, соответственно, играть проще, поэтому я решил от сюжета немножко ответвить сюда, хотя с сюжетом это связано, то есть, по сути, это такие сюжетные квесты, пусть и не напрямую, кстати, почему-то в биоте вот открылись, раньше не были открыты, а сейчас открылись, можно было бы сюда, кстати, вот отстелепортироваться и немножко повоевать, чисто ради лута, опять же, ну, как обычно, то есть, как я понимаю, сейчас вот эти чувачки, которые перед нами, это наши враги, и по-хорошему, наверное, придется резать, потому что если затопим, я вот не знаю, интересно, если затопить мы лут-то получим, скорее всего, да, потому что не дадут Юбисофт пропасть, мы ему лутим, сами знаете, лут святой, вот что-то новое открыли, знаете, игра даже не говорит, за что-то тебе дали опыт, просто на тебе опыт, у меня, правда, оружие все-таки все такое уже старенькое, приедем на Миконос, надо будет начать просто подготовку к шесту, кораблики маленькие, но, блин, они все легендарные, так что, скорее, может, сейчас нам пиздец наставить, это я сразу проверю. Если по нам стреляют, надо лечь, давайте, сжем корабль, начнем с тарана одного, а там разберемся, о, лежает, даже по таране, не про таране, что нормально, корабль, прямо из сукины дети. Лежать, кораблик, у нас прям что-то морских миссий стало бы забили, да, там все, нет, нет, а теперь прям да-да-да. Твою мать, нет, этот бой может плохо и кончится, причем, очень. Вот это для меня, конечно. Осветить путь факелом? Мне, блин, корабль факела может сделать. Что игра вообще мне советует? Да-да-да, брафт-корабль наш не подчинился, кстати. Друзья, помощник, Ксении, господи, я тут, мне бы выжить, знаете ли, поможет, и возвращаться. О, они решили вдвоем меня брать на, собственно, на пон, давайте развернемся. О, копим Огенами, давай, пошпарим, просто сделай им максимально больно. Черт возьми, классное начало серии по Ассасиму. Надо было сразу долбить флагмана, потому что нам не хватит силы туда и туда. Давайте сразу флагмана долбанем, мне кажется, это будет про... И как скоро они поймут, что я иду на таран. Корабль, кстати, маленький, так-то сам по себе. По идее, сейчас, если его брать на таран, он даже не поймёт, что я убил. А, нет, нихрена они маленькие, как мы. Бочиной ударили не сильно, но так. Это был импакт некоторый. Вот тараник там собрался. Нет, они бьются прям очень сильно. Аужели я, что пошёл на них? Я даже в лобка и бью этих застренцев. Они довольно сильно отвечают. Не, ну если держать оборону, кстати, мы всё на такое. Так, всё, мы их заблокировали. Сейчас лишь бы их товарищи нам не ввозрали. Они-то и не горят, мне показалось, как они загорелись. На секунду-то они загорелись, конечно. Наверное, всё кончилось. Попкинение плохая идея. Нет, ну шанс завалить-то корабль есть, но не в этой жизни, наверное. Давайте уйдём, уйдём сейчас одни. Как вариант, можно уйти, а потом вернуться. Так, спереди никого нет. Да, можно просто по ту сторону. Надеюсь, что ребята не догонят. Биоти, а какого хреном в Биоти оказались? Я не очень просто понимаю. Это как мы у Биоти? Или типа это область управления? Я не знаю, это нет, это БАК, это БАК. Мы не у Биоти. Чёрт, ну сейчас можно сделать круг, всё-таки корабль не восстановится, пока мы круг делаем. Ну их корабль, наш. Вот наш, кстати, под вопросом. Как далеко надо выйти, чтобы корабль подчинился. Так, корабль у нас немножко подлечился, но буквально это на один удар. Ребята сейчас явно первые выстилят. Может, не ударите? Нет, чёрт, они восстановились вообще полностью. Ребята, считай, готовы к труду и обороны, а мы вот, кстати, нифига не готовы. Ой-ой-ой, лежим! Как же нам их заварить? Нет, по идее, вот если сейчас с нуля начинать, то мы бы их, конечно, заварили. Давайте с нуля начнем. Так, ребята, мы уже близко к тому, чтобы победить. Взять засранцев наоборот. Давай, давай, да давай, огни. Всё, абордаж, абордаж, абордаж. Всё, наконец-то. И, не в без... Ну, вообще-то, кстати, в безопасности, если так-то было. Так, хорошо, наконец-то, абордаж, чёрт возьми. Элитные враги, опасайся, они гораздо сильнее. Да я понимаю, что он сильнее, господи. А ты думаешь, я тупую? Игра объясняет кейчков, ты прям первый раз играешь. Что, аж, знаете, стыдно становится за игру. Астерион, конечно, блин, он утонул. Я что, лут не получил теперь? Блин, это будет обидно, кстати, всё. Лут был у меня. Да тут скажешь, типа, всё. А меня... Не получилось у тебя? Корабль, собственно, секьюр за лут. Йор лах. А, не, не, всё, да. Я вам удивлен. Хотя, не, хрен не, я удивляюсь. Потому что иначе многие квесты фейлятся, потому что прокачки копья Леонида. То есть это будет прям очень-очень большое... Такая горе, скажем так. Если бы всё вот так вот было плохо. Всё, всё, достаточно. Наконец-то, разы с десятого, не знаю, может, с пятого. Но это было трудно, кстати. Вот чувака завалить, это я как в аду был. Хотя, на самом деле, дело в копьях. Они почему-то не кидаются, как-то непонятно. Вообще, управление, вот, украблённое, он местами немножко бесячий. Что не совсем понятно, как наткнуть копью. Потому что вроде на Р2, вроде на Р1, а вроде долбишь на Р2, ну, вроде метает. А вроде когда-то оно там метает, когда у него настроение, блин, хорошее. А вроде Р1 это чисто, ну, в общем, у меня столько вопросов к управлению имеется, когда метание копить не всегда понятно. Ну ладно, давайте уже уплывём, я не хочу, всё, мне хватит. Мне хватит, я тут всё видел, до свидания, тараньте волны или кого хотите. Я ушёл, всё. Я на Миконос поплыл, до свидания. И как, помогла? Интересно, а мы встретим тут сирен в игре? Очень, кстати, было бы интересно. Давайте посмотрим, а Самос-то где находится? Парас, Наксос, Кос, Нисерус, Самос-то. Куда же вы плавали бы? Блин. А, да, кстати, похоже. Может быть, сирены тут живут? Или здесь? То есть, мне интересно, а будут какие-то реально морские энкаунтеры со всякими мифическими тварями? Я знаю, что Медуз Гаргона есть, я знаю, что Минотавр есть, но остальное-то где? А то, мне кажется, столько мифов и легенд могли бы хоть по сюжетке какую-то миф легенду. Помните, вот мы со змеёй дрались в ассаси Нит, и это было по сюжетному квесту, если я не путаю. И это было прикольно. Ну, с другой стороны, это было очень поздно в игре, так что, может быть, может, меня потерпеть просто надо. Что-то похоже, кстати, у меня такое ощущение, что всё-таки я... Что вот остров Рай, это вот то, что мы сейчас нашли. Ладно, пойдём, пойдём. Серебряные острова, от богатства к бунтарству. Ну что же, я приплыл. Взгляни на них. Две стороны одной медали. Священный Делос, где рождены Артемида и Аполлон, и Миконос, где делают всё, что запрещено на Делосе. Прочти мне записку. Хозяин Орла, это ты. Да, я знаю, что ты её спросил. Подарк, жестокий глава Делоса, отбирает у нас деньги и продовольствие, чтобы питать свою неу... Неутолимую? Да, неутолимую жажду власти. Подарк, один из них, Варнава. Из тех, кто преследует мою семью. Дальше. Мы скромные, но свирепые повстанцы. И щедро заплатим за помощь свержений тирана. Я молюсь, чтобы ветра привели тебя к нашим берегам. Наши люди гибнут. Опись Ира. Ира, женщина, нужно разыскать подарок хорошему прибылью, люди в опасности. Мы прибыли как раз вовремя. Подарк никуда не денется. Он не пытался тебя потопить. Он хотел помочь добраться, но перестарался. В записке сказано, где Кира. Ей, говорится о двух местах. О лагере на северо-западном берегу и убежище скрытым отбородом. Хорошо, можно и туда, и туда, и желательно с эскортом. Похоже, подарк жесток. Еще хуже. Одна семья припозднилась с подношениями богам. Люди подарка вытащили детей прямо из постели. О господи. Это действительно да. Когда родители проснулись, чтобы покормить животных. Своих котов. Потому что вы видели, что животные уже ели тела. Их сыновей. Вот, возьми, вот это хоррор история. Надо будет Лиза перед сном рассказать. И господи, что ты можешь искать, Аделовский Штат, так что было в записке? Я задумался. Так что было в записке? Вместе. А, Арк, жестокий лидер. А, ясно. То есть ты просто повторишь то, что... Ну, Аделовских островах он уже рассказал. То есть, вообще, это очень странно. Почему мы переспрашиваем? Ну, от подарки еще окей спросить. А вот этот вопрос он все уже рассказал. Здесь он, по сути, повторился. Я не совсем понимаю. В чем смысл этих диалогов? Пора встретиться с Кирой. Если что, корабль будет готов на случай внезапного отплытия. На что он микаешь? Мы не на Кефалинии. И виноват был ты. Ха-ха. Хайра, Алексиус. Блин, еще вот я приехал на Новый остров ночью. Мне как-то дико не везет. Я палю иногда вот, как сказать, превьюшки у других ютуберов. У них всегда на превьюшках день. Почему мне не везет? Я вечно ночью везде приезжаю. Вечно, блин, ночью езжу. Так, хорошо. Неприятности в раю. У нас, собственно, здесь две штуки. Давайте, блин, тут целых две точки. Давайте заберемся куда-то. Ну, то есть, сверху видно лучше. И снарягу надо качать обязательно. Потому что снаряг и голяк. Зачем я это делаю? Я сейчас синхронизируюсь. У меня будет точка быстрого перемещения. Ну, к тому же, я помешан на вышках. И я смогу сейчас вернуться на предыдущий остров. Там сдать квест. Получить деньги. Вернуться сюда и продолжить квест здесь. Меня гложет то, что квест не сдам. Храм Артемида. Все, я молодец. Я здесь сделал свое черное дело. На Кеосе, видите, дарит задание, что Евген не кончил. Еще, кстати, листья травы еще можно было бы взять. Ну, чисто попробовать. А здесь нового ничего не появилось. Фух, слава богу. Ладно, возвращаемся назад. И довершаем задание, которое не завершено. Ну, награда будет? Да. Награда. Корабли уничтожены еще не все. Я их потопил. Я в тебе не ошибся. Ксения будет счастлива. Да. Лишь ли это мило? Конечно. Так, где деньги? Много даже? О, цвета Кеоса. Ну, блин, они и так были наши. Не совсем понятно. В чем сейчас был прикол? Ну, опыт дали. Это хорошо. А ты что? Твое объявление было на доске. Что случилось? А, тут стандартно. Я просто дал ей 50 монет. И мне дали 8 тысяч опыта. Вот все бы задания были такими, ребят. Ничего не хочу сказать. Но вот такой гринд, он мне по душе. Я видел еще очень много претензий, кстати, к игре из-за гринда. Многие жалуются, что типа, что? Игра вся состоит, по сути, из вот иди, вот собери лут. Сделай это нормально. Меня это не напрягает, потому что в Origin тоже много было гринда. Здесь гринд все равно не обязательный. Тебе не нравится гриндить? Ставь низкую сложность. Блин, играй в сюжет. Никто тебя не заставляет гриндить. Там на низкой сложности тебе нужно банально... Ну, нажимать на кнопки хотя бы иногда вовремя. Там, если ты совсем играешь плохо, пропускаешь удар, да, ты умрешь. Но сюжетный квест проходится, в принципе, без гринда. Абсолютно спокойно, кстати. Не понимаю. Я видел комментарии, что нельзя пройти сюжетный квест. Нет, там не гринди куча часов. Полное вранье, бред и непонятно, откуда это идет. Видимо, от людей, которые не совсем поняли, как играть. В ассасинах. Сюжет проходится без всякого гринда. Потому что, по сути, сюжетные квесты не растут с тобой. Многие квесты, которые я здесь беру, они изначально ниже по уровню и просто вырастают. Со временем. Ты идешь по сюжетке спокойно, тебе вообще держать еще не надо. Хорошее место, чтобы укрыться. Да, такая прохладная пещера. Летом, кстати, в пещере хорошо жить. Не то, чтобы я жил, но... Может, тут прохладнее. Правда, с сыростью, наверное, воняет. Но, знаете, иногда запах сырости по утру, он, конечно, бодрит. После дождя, а вот, пахнет сыростью, люблю. Здравствуйте. Ребят, тихо, тихо, господи, я же сказал, что ли. На помощь, и я пришел. Да, я же хороший. Господи. Мимо. Мать, ты пьяна, иди домой. Так, вы не повстанцы, вы пьянчуги. Я пришел помочь группе мятежников. Но, вижу, вы просто пьянчуги. Подарк и его люди безжалостно нас преследовали. Скажи, где он живет, я его попреследую. Мне же не жалко. Ну, он, собственно, даже если он вас преследовал. Фигаси. Какой-то суровый дядя. Давайте его убьем. Он не оставит в живых никого из нас. А, то есть вы оплакивали погибши. Вот это пиздец. Это первая ночь, когда мы не боремся за жизнь. И она может стать последней. Но вдруг появляешься ты. Ага. Потому я здесь. Это твой знак, да? Алексиус, грозный хозяин орла. Прошу прощения. Сейчас опасные времена для тех, кто ведет войну против Афин и Делосского союза. Я Кира. Приветики. Ты очень похожа на Асканию или как ее звали. Помните, на приеме было в Афинах. С этим Петром Патрици... Как он? На П. На П. Петруччо. Нет. Не могу вспомнить. Он тут скажет, Евген, ты не внимательно играешь. Имена не можешь запомнить. Греческие имена, ребят. Вы их запоминаете? Греческие имена. Если бы их звали Сережа, Саша и Петр, я бы запомнил. Но греческие имена... Я что, грек, чтобы их запоминать? Я не веду войска... Не веду войну с Афинами, где подарок разве вы не в союзе? Давайте спросим. Я думал, Делос, сердце Делосского союза. Гордость Афин. Было. Но Афины забрали казну союза с Делоса. Ммм. Почему? Чтобы построить статуи Афины, дразнящей Аполлона. Люди просили подарка, чтобы тот не доверял Афинам. Но жажда власти сделала его глухим к мольбам. Я могу одолеть одного человека, а не выиграть войну. Потому что я и попросила о помощи не только могучего Алексиуса, но и Спарту. Подарку знал о втором лагере и отправил туда афинских солдат. Малака. Твои мятежники слишком пьяны. Я займусь солдатами. Даже не думай, что я упущу шанс убить пару-тройку Афинян. Давай пойдем вдвоем так и селее. То есть, нет, это не показывало Юбисофт. В Юбисофт показывали, когда мы приезжаем на остров и там нас встречает какой-то чувак. Уже не помню. Где-то, по-моему, Варнаут там нас встречает. Может, это будет следующий квест. Я даже не знаю. Найти, кстати, Астракон. Пещера Порфириона. Астракон не у вас здесь? Ребят, не видели Астракон? Просто я хочу получить экспуза за все хорошее. Астракон нет? Ребят, Астракон! Астракон никто не видел? Нет? Ребят, вы не видели? Вы только бутылку видели? Ясно. Толку от вас, конечно, нет. Он где-то тут есть. Хрен пойми. Так, окей. Ну, вроде наверху. Давай. Сейчас я попробую забрать Астракон. Надеюсь, это он. Астракон. Нет, это не он. Ладно, пофиг на Астракон. Пошли отсюда. Я просто искал Астракона. Ты не знаешь, где он. Правильно? Правильно, я так и знал. Что же? Возможно, мы зря сюда приехали. Но убьем вот одного из посредников. А, ну вот, видишь, не все так плохо. Черт, и я тоже спартанец. Но это не важно. Мы все греки в итоге знаем. В чем прикол, как бы, происходящего? Напомню. Все греки. Все один народ просто поделился на разные нации. Как бы спартанцы и афиняне. Ну, сами понимаете, это один и тот же народ. Греки это один и тот же народ. Даже римляне отчасти греки, кстати говоря. Потому что ведь Грецию... Рим основали выходцы из Греции, которых изгнали. Черт, азиафиняне напали. Ну-ка, сейчас драка будет. Зачем ты за палаткой прячешься? Нет, давай с этой стороны. Мы такие, типа, умные. Я прыгаю сверху и прямо в атаку кидаю. Смотри. Просто вышибаю дури, засранцы. Так, скрытые атаки здесь. Как же давно я не дался. Я уже привык как-то на воде. И теперь опять перестраиваться на сушу, ребят. Отчасти даже поверить тяжело, что все, уже на сушу воюю. Зачем убивать меня? Смотри, что могу. Щиты у них пока поворываю. Мое любимое занятие с этой способностью. Вырвать щит из рук. Э, что ты сделаешь? Э, моего не трогать, чувака. Я как-то криво щит кинул у чувака нормально. Но он не против. Кстати, если без щита использовать вот эту атаку, которая выдирает щит у чувака из рук, то ты просто бьешь его по лицу. Что тоже неплохо, конечно. Ничего не хочу сказать. По-моему, я слышу гул наемника. Хотя я вроде как делаю праведное убийство. Ну то есть, меня же заказали, наняли. Все равно, блин, в итоге вызывают наемника, который будут тебя мочить. Сейчас только лут соберу, подожди. Так, все, лут собран, можно говорить. Ты отважно дралась. Такой. Да и ты, спартанец? Я. Я не спарта. Я не спартанка. Перевод местами хандрит. Юбисофт. Я был спартанцем. Я был спартанцем. Но очень давно. Спартанец. Всегда спартанец. Как тебя зовут? Это Алексиус. О нем я говорила. А я Фалет. Был полимархом спартанских войск. А почему был? Наш корабль затонул. Полководцы мертвы. В живых остались немногие. Тема смертная. Война затрагивает всех. Мы все теряем друзей. Но скорбеть будем потом. Она права. Не стоит оставаться здесь. По колено в афинской крови. В убежище безопасно. Поговорим там. У них слишком похожие модельки. Или встретимся позже. Мне не нравится, что модельки многих персов все-таки слишком похожи. Это прям мешает погружаться в игру. Потому что, ну, у тебя вечное ощущение дежавю. Не будем терять время. Отправимся в убежище. Все-таки, какая лень. Моделька. Я понимаю, что это не совсем сюжетный квест. Ну, он около сюжета. Ну, для таких-то квестов сделайте интересных персов. В чем проблема-то? Я понимаю, что, ну, много персонажей в Агре. Так вот, Джинс тоже был. Найдет нас. Мы у него под носом. И ничего. Он так задирает нож, что не заметил бы статую Артемиды Агротеры. Даже стоя у нее на голове. Мы знаем, где он живет. Выбьем дверь и проткнем копьем его рожу. Во, давай. Это ужасный план. Прекрасный. Я за его план. Я за его план. Кира права. Нужно разработать стратегию. Фалет прав. Нет, давайте стратегия. Она права. Их всего 12. И если они помрут, подкрепления не будет. Кира права. Напав сейчас, мы все погибнем. Глупо было. Браться сюда. Сейчас мои люди на берегу. Я буду с ними. Фалет, не надо. Если и вправду решишь победить, найдешь меня там. Ну блин. Такое ощущение, что я выбрал неправильно. Ничего. Подерется и успокоится. Но я рада, что ты на моей стороне. Приходи ко мне в храм Артемиды. Обсудим, как нам одолеть подарка. Ну все-таки мне нравился не люблять обсуждения. Мне нравился план ворваться и убить. А чего уж там. Это восстание будет долгим. Возможно. А может быть и нет. Неприятности в раю. Собственно, а что, у нас новые квесты появились? Ну-ка посмотрим. Так, Кира и ее проблемы. Постой, он тоже набил. Аид, познакомься, подарк. Нежестокого подарка были защитены. Убейте его. Подарк живет на остром миг на западной части. Понять стабильность. Да и в принципе так уже можно на него напасть. Он сейчас прям защищен. Но можно и так и так напасть. Кира и ее проблем поискира около хромафи. Ну давайте поговорим. Мы ничего не теряем, если поговорим. Как ускорить выход из пещеры? Вот так. Да, да, да. Да, да. Как я рада. Хорошо, что не встречаешь меня с ножом. Знаю, знаю. Я была к тебе слишком жестоко. Мне кажется, я бы снизу, я бы снизу. мне кажется, романс может быть. ты не последняя. На Делосе добрый народ. Все хотят мира, кроме него. Ммм. Подарок. Он причинил мне столько боли. Там и тоже охотится, я бы давно его убил. Ну что скажем? Позволять ему жить? Позволять? Я пытаюсь убить его с тех пор, как научилась держать лук. Но этот трус вечно прячется за щитами стражей. К нему невозможно приблизиться. Ммм. Поэтому я послала за тобой. Я умею пробивать щиты. Ты можешь подобраться к нему и всадить стрелу в его черное сердце. Ты без Б. Значит пора превратить хищника в добычу. Как нам пройти мимо стражей? Так ты же стратегию разрабатываешь. Мечи в руке и еда в желудке. Без этого им не выстоять. Говорят в подарок прячет запасы еды и оружия в руинах на острове Делос. Эгэ. Я уничтожу в лес. Отдай в Делос найду эти запасы и уничтожу. Ммм. Как-то все слишком просто не находите. Так. А еще как вариант. У нас есть путь Фалета. Наград за спартанских солдат кстати. Просто я думаю что знают о войне все. Ну думаю но видимо зря. Пещера. Ну можно кстати еще вот на эту гору забраться. Ну раз уж как бы мы здесь и давайте еще те квесты возьмем. Просто не хочу пропускать квесты. Тут статуя. Вот окей. Здесь здесь ночь выглядит хорошо. Военный лагерь для легов. Кого? Ладно. Давайте заберемся на статую. Не. Выглядит неплохо только как будто не пойму просто как будто статуя полупохоронена в землю. С такой скоростью мы нескоро доберемся до вершины. А нет. А не. Все вижу. Вижу. Просто снизу она выглядела как груда камня. А сейчас выглядит уже получше. Давай на стрелу. На стрелу друг мой. Красота. Правда не совсем понимаю остров небольшой. Зачем делать две точки обзора. Я понимаю тут статуи. Так можно было только на статуе сделать точку обзора. Просто опять же непонятно зачем. геймдизайн пострадал за грехи. Блин. Смотри что могу освоить в касте воина. Я теперь могу на сколько 10 секунд наносить на 20% больше урона и все вражеские атаки будут не смертельны. Это против толпы врагов кстати можно такую тему сделать. Интересно а через щит можно будет пробивать? Вот надо будет попробовать когда мы сейчас встретим противников. становятся интереснее и интереснее ребят с каждым разом понимаете? Так теперь мы идем на задание а то я доп выполнил чисто ради денег потому что тут многие допы по какому принципу идут что они рядом ты просто подойди буквально убей двух чувачков и все и счастье полные трусы будут тебе и ты такой думаешь про себя почему бы и нет? Так пора поговорить с нашим спартанским другом посмотреть что он скажет это довольно странно что я убил пару спартанцев на той скале а тут же помогаю перебили многих солдат но мы еще здесь рис здесь леониду повезло нас куда меньше сегодня мы почти павших леонидыч сегодня мы отправим врагов каиду так давай отправим каиду врагов да классная речь но что делать мой план не думал что ты явишься пропустить речь нету речи удел афинен мы отдаем приказы приказ я выполню все что ты захочешь приказ моим людям один ни кровь ни раны ни смерть не должны помешать нам нормально я подлезала я никогда не отступаю ты суровый воин под этой грубой броней мягкое сердце ты суров но я знаю внутри ты мягок и нежен потому спартанцы носят щиты щиты мне не преграда ты дерзок мистей но мы нужны кире именно давай убьем заслана чтобы завоевать для нее острова нужна подмога сюда им не добраться в афинском флоте слишком прочные корабли а наш лежит на дне моря мой нет сразишься с ними в открытом море это храбрость или глупость я это сделаю но я силен как и хилл потоплю несколько и спартанцы смогут проплыть и вот еще что на борту моего корабля был шлем принадлежал отцу член корабли потоплю но по поводу шлема ничего не обещаю член сколько кораблей что а что за шлем тебе очень дорог шлем твоего отца о да он достался ему от деда после битвы при фермопилах а тот самый та самая битва с Леонидовичем у местных акул скоро будет пир тоже отказать цели в область убить вожака путь фалета давайте посмотрим что где какое задание это путь фалета я не совсем понимаю а где где это просто потопить рандомные корабли или мне что-то конкретное сделать так подарок у нас сейчас слишком защищен мне интересно что будет если напасть на него без защиты давайте выполним Киру ее проблему и то будем после этого многие наши проблемы отпадут поплывем на второй остров похоже на афинский корабль значит надо его убить он маленький как как Саша у меня под столом закидай их копьями давай сожжем засранцев покинем их еще парочку копий будет хорошо этих портараним что-то возможно я слишком храбр все берем на абордаж о черт тебя за ногу нет нет нас этих на абордаж мы хоть восстановим силы уроу абордаж что тут все-таки морских баталей стало в разы больше ну знаете а мне нравятся а мне нравятся морские баталии нормально даже скучал по ним в каком то смысле прочь с моего корабля Еще они крутые, потому что ты не один дерешься Побольше было бы кооп-батали Потому что, по сути, даже когда ты выполняешь вот эти миссии Где нужно, ну, знаете, отбить регион Там совсем не круто Из-за того, что ты, ну, дерешься, по сути, один То, что вокруг происходит Вокруг идет драка, это вообще декорация Здесь вот реально дерется команда И это круто Так, минус корабль Так, визжать Чуваки, кидайте мне Черт! Ой-ой-ой-ой-ой А, я думал, сейчас на абордаж получится взять И все проблемы решатся Ну, нет Слишком много корабля Черт, ребята, ну я воевал, воевал И в итоге корабли меня топят постоянно Я где-то час воюю И меня топят постоянно В общем, мне надо прокачаться Иначе я буду дальше повторять сам себя Так что давайте я отправлюсь на другое задание А там посмотрим И корабль заодно смогу скачать И дело пойдет получше А дальше нельзя платить Все, давай оставим управление Я не хочу возиться И искать место для швартовки дурацкого корабля Поэтому давайте пойдем Просто уже на захват Насколько я знаю Корабль прокачать не получится сейчас Да, у нас не хватает Немножко ресурсов Кстати, эти древние таблички Тоже для прокачки используются Оказывается Что-то не заметил Не то, что мы увидим что-то новое Эти корабли противные Господи, а их очень много Проблемы с этими кораблями Они просто скопом на тебя нападают И вот в этот момент ты понимаешь Что корабль это просто труха На воде Потому что она разваливается И вот может если его прокачать Он будет пободрее А сейчас корабль какой-то, знаете Грустный совсем, неприятный В общем, ладно Пойдемте разграблять склады армейские Прям как в Сталкере Помните эти армейские склады там были Все дела Давно я играл в Сталкера Думаю, может попробовать снова Просто многие люди думают Что ты не играешь Я не знаю, есть ли вообще люди Которые не играли в Сталкер То есть я понимаю, что есть И есть школьники Которые они, в принципе, играют недавно И в этом нет ничего плохого Но как бы я был школьником Не знаю, в те времена Когда там люди задротили в Первый Дум А мне Первый Дум казался Какой-то деревней дичи Вообще нахрен надо Кстати, тут смотрите Можно очко бесплатное найти Здесь подарок прячет свои запасы Руины Кинфаса Вот прям здесь, что ли, он прячет свои запасы? Я не верю Здесь Стелла находится За которую мне дадут О-о-о Постой Постой Я могу Кире вино привезти Вот это мне нравится Вот такой контент Я ценю Правда, я не знаю Это вроде как Не цель задания Но почему-то указано Что это предмет для задания Видимо, это случайный предмет Только с оружием Но как я понимаю Здесь все-таки Ничего сюжетно Связанного не будет Это чисто вот Та самая гробница В которой очки можно заработать Вот эту было найти тяжелее Остальных я прям возился, чтобы ее найти И в итоге, кстати, нашлась Что же, халявное очко Это я люблю, да Очко и когда-то халявное Так, давайте на выход Мы тут видели все Охрана, да? Ее уже нет, к сожалению И велик счастье, что-то сожалеть-то чего Они очень чутко, кстати, спят Ты буквально подошел, все, смерть Не, не настолько чутко Как могло бы быть, конечно же Соберите сокровище, одно есть Осталось припасы, часть берем себе Остальную часть воруем Так припасы, припасы Да, все, подарок Сосать, сосать подарок Просто взяли в поле Оставили припасы, ну кто так делает Вот поплатитесь за это Прям дело Постой, да, если у нас не спать раньше время Я хочу припасы уничтожить Так, не пали меня Не пали контору раньше, чем она должна быть Палена Что? Было бы забавно, если он говорил Умри, грязный римлянин Что-то не хватает мне рима Конечно, мне нравился рим Их доспехи А вообще вся вот эта тема, скажем так Римская Она мне импонировала Когда была в Ориджин Ориджинс-то в какие годы происходит Он уже после нашей эры, по-моему То есть там уже Все, скажем так, случилось Рим-то Интересно, в каком состоянии вообще рим находится Вот в это время В 432-й до нашей эры Рим-то там уже газ Ну, как газпостуют, по идее Чем-то они там занимаются Я как бы не силен В этой, собственно, части Ну, по-моему, Рим еще не настолько разве Там Греция, Персия В этот момент тащат А Рим немножечко, ну Делается с амбами, кантамбами До сих пор Но я не уверен Я не уверен Не хочу говорить, что историки скажут Что ошибаюсь Действительно Да все уже, ты все уничтожил Блин, расслабься Так, что еще? У нас тут два задания Ну, давайте их выпадем Странно, что на маленьком острове заданий больше, чем на какой-нибудь большой земле Нет, никого это не напрягает Меня напрягает Так, способности Что можно прокачать молодому воину Самцу Посмотрим Можно защиту, кстати Чтобы Ройка лучше защищала Это и сделала Можно тут, тут, тут кучу всего качать можно Но Ладно, давайте Бройку А то мне ино окажется, что броня у меня Знаете, как будто бумажные листы Одел, обклеился ими И бегаю, как петушок Коко-коко делаю Давайте Выполним квисты Не броня Просто ведронок И из КФС Одел, проделав в нем дырочки Надеюсь, это интересный квест Или я в нем разочаруюсь Что-то пошло не так Что-то пошло не так Ты ранена Серьезно Хочешь выдать меня жрецам? Смотря в чем твоя вина Тебе не говорили, что умирать на этом проклятом острове запрещено Говорили А вот тому зверю, что здесь бродит, нет Я щедро заплачу за его смерть Ты так как? Что же запрещено умирать на острове? Если заплатишь, я убью этого зверя Ты не первый, кто согласился Но деньги все еще при мне Что за зверь? Я готов к охоте Какого зверя я ищу? Назвав его медведем, я бы солгала Это ночной кошмар Артемиды Это супер медведь Так, а откуда ты? Ты не из этих медведей Верно? Из Аркадии Но родом я из Каринфии Я найду и убью зверя Надеюсь, ты не истечешь кровью Странно все-таки видеть столько точек Обзора на маленьких островах Медвежья услуга Сейчас можно было догадаться, что квест связан с убийством здорового мишки Так, а мишка где приобитает? Медвежья услуга Господи, убейте медведя Медведь убивает людей на Девасе Увидеть в северной части Давайте возьмем еще квест А то мало ли Еще один квест в северной части острова объявится А я такой типа Эм, уже ушел Мне бы к кузнецу еще зайти Может прокачать какую-то броню Вот я не знаю Или корабль, или броню качать Вроде с броней все хорошо пока что Держится, не кашляет Пусть она и сделана из ведерка Из старбаскета Медвежник обокрал святилище Пролил кровь на святой земле Так, тихо, тихо, что происходит? Опять Опять Сократ А что ты тут делаешь? Я помогаю мятежникам Я убью подарка С тобой хочу поговорить Давай А, ну что есть слова? И бывают ли они мудрыми? Или это просто слова? О, емать, заткнись О, ну уж нет Ты не втянешь меня в очередную дискуссию Но мне хотелось бы узнать Твое мнение об одной ситуации Ну ладно, давай Ну? Солдаты схватили мятежника Он украл деньги из святилища Чтобы помочь восстанию Когда стражники попытались схватить его Он убил одного из них Убийство Здесь Скорее всего его казнят Именно Но тут нельзя отнимать жизнь Потому он ждет, когда его отправят на Миконос Чтобы казнить там И при чем тут я? Как думаешь, он заслужил смерти? Свершится ли правосудие? Ну он украл и убил стражника Мятежник заслуживает жизнь Что если справедливость? Давайте попробуем по-сократски Отвечу встречным вопросом В чем заключается справедливость? По-сократски Отличный вопрос Он украл Это неправильно Ради свободы своего народа Что правильно? Он убил человека Спасая себя Он нарушил священный закон Угодный самим богам Он волен убивать и красть Но капля крови на земле И он достоин смерти? Я ничего не хочу сказать Но если мы перестаем чтить закон И не становимся ли мы зверями? Ты знаешь моё мнение Я могу идти? Конечно, конечно И ещё кое-что Обыграли Разумеется Мятежника держит в крепости на севере В Гистеатерионе Завтра его отправят на Миконос Стой Ты хочешь убедить меня спасти его? Я так и знаю убедить что ты хотя мне любопытно теперь знаю где он и почему спас бы ты его черт возьми я ну на вещь стоит навестить мятежника кажется у нас много общего а другом трассе и думал впрочем вдруг это девушка нет лишь знание но они лучше денег ведь они всегда останутся с тобой ну двойной опыт меня устраивает что двойной опыт если дашь старый друг или и друг или не друг или надоедливый не знаю засранец то возможно мне этого хватит а но еще хочу забраться на верхоту еще тут видел яблочное дерево знаете сейчас бы взять из просто с яблока сорвать дерево и съесть что-то должен забраться на статуи в трусах представляет как древние времена вот человек мог просто подойти подобрать яблоко земли или еще где-то и просто съесть это не парился вот сейчас понимаешь хочешь яблоко хочешь фрукты едет блин магазин на рынок еще куда-нибудь в общем куда-то подальше это я корабль увидел и сказал я кстати выполнил по ходу задания можно по фалет обратно плыть сказать ему что все фалет их очень много кстати афинян здесь ну и остров красивый нет здесь видите афинские флаги все дела не вообще тут очень красиво то есть прям видно что афины эти земли берегут в общем так серьезно берегу лучше чем другие земли которые захвачены некоторыми другими личностями таска объявление давайте на досточку сходим посмотреть что там я сейчас не защищаю кстати каждый знак вопроса и знаки вопроса блин в ориженс и в этой игре они явно из ведьмака взяли просто там такие же даже шифт такой же знаков вопроса или с сокровищами интересно делосцы не оставили серебра посмотрим наград за на юмик укажи мне путь ну может потому что предыдущий один из квестов я выполнил просто дав 50 монет соответствовал вопрос можно ли здесь будет 50 монет иисус понимаете постой так здесь собственно два квеста по цене одного квеста меня устраивает давайте по дороге разграбим храм аполлона что может пойти не так сможешь граблю храм этот парень вообще ничего не видел если что кстати вот эта магия по сути мы сейчас используем магию копья к творим вот эти бесчинства то есть мы кидаем копье и копья нас телепортирует прям как меч в файнал фэнтези не ну и что и люди плакали что вот магия магия высосе не все плохо игру испугали ну и что чё по магия плохая по мне такая магия знаете не нравится то есть для меня это даже как-то сказать не выходит за рамки дозволенного вот это по сути магия высосе не но она же не мешает наоборот даже классный геймплей получается и эта магия в глаза прям не бросается так как в трейлерах ее показать он в трейлерах ее по эту магию показывать даже немножко извращенно так метод сократ а какого хрена получается спасти пересмешника это видимо доп это основное еще запутался немножко на секундочку ладно что же храм разграбили просто изи и опыт тоже изи правда две тысячи опыта сейчас вообще ничего вначале играет конечно да щас опыта надо больше кстати да земля аполлона это свободен парень виде меня хотели казнить но ты успел раньше их будет больше скорее за мной я наблюдаю священную землю кровью мы не похожи а теперь иди за мной пока нас не убили смерть угнетателем смерть тем кто хочет отобрать у нас жизнь за свободу меня-то не казнется молчание подвело нас я буду кричать до кровавого кашляя чувак молодите меченышка до безопасного места черт я надеюсь вот из этого нас и спалили все под пошли смерти мятежник смятежник поехали сопровождаю тебя к лодке отвали от меня деньги ну нафиг плевать заплатить или нет главное чтобы опыт дали так вернуться к сократу все ты свободен как ветер давай пока постойте о цель идет ко мне доп задание там наемник сильный или нет вот я кстати не знаю сейчас проверим как узнать сильный или наемник проверить сейчас сейчас узнаем и снова остается ты искру я на корабле видел сам черт возьми просто меня влюбилась что ли бывает такое знаете в тебя влюбился кто-то и все загоняется с тобой вообще по пятам как например местные наемники и наемницы посмотрим мы пока что возьмем щит у него это за свой щит все знаешь куда его класс далее меня опять меняем способность шаг что у нас есть полезно вот бычара способность бычить на противника иди сюда я буду тебя бычить а теперь будет супер активно скорее всего а теперь будет действовать как я кофе то няшка охраны кстати на острове так мало вообще никто не прибегает я понимаю что на этом острове как бы нельзя убивать но видимо наемникам все-таки пифа на такие условности ой 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 черт возьми ребята плохо кончится не буду рисковать видите не рискуем все хорошо кончается еще живой штуки благоволят мне именно хопа и готов а вот ты получше больше ронда огня урон воина выше еще можно что-то вкачать него вкачаю спинок спартанца бонус ну собственно класс классно оружие взяли новая гравировка он от огня и мощность огня мне нравится алексиос увидев тебя наделась я воспрял духом скажи мне чем закончилась история с пленным мятежником ты не говорил что он одержимый фанатик слишком безумен в какой-то момент так можно сказать про каждого и он бы скинул в море раньше быть может тогда я был меньше обременен весом и философией так скажи мне удалось ли тебе разрешить ситуацию мирно при нем была стража теперь ее нет интересно ты решил что жизнь вор и убийцы стоит больше чем жизни солдат выполняющих долг я мог не убивать о нем и не думал честно говоря а что с мятежником если ему дорога жизнь он где-то на пути к миконосу наше решение как зыбь на воде поначалу кажется что ничего страшного не происходит но со временем это зыбь может превратиться в сокрушительные волны очень приятно сократ ты не перестаешь вызывать у меня головную боль всегда пожалуйста алексеус надеюсь вновь увидеть тебя на симпосии надо обязательно конечно опять с тем гейменом будем тусить что ли который типа вот приглянулся у меня есть вопрос что медведь делает на на пляже он же медведь почему он находится на пляже что лучше делать на острове так ладно нет это все детали это все это все лирика давайте уже затерянное медвежье логово давайте мне хрена усыть он огромный то огромный белый мишка что делают белый медведь в таких широтах я не понимаю миша 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 голостяна лучше сегодня шутить кстати заметьте проработку медведя то есть работа наверно лучше вся шерсть да и блин этот мир проработал лучше весь игровой мир если позадуматься если задуматься так что нормально иди сюда миша миша ты охренел миша охренел миша охреневая могучий зверь но тебе здесь не место да ладно я его кстати не понимаю видео и везли его откуда тут куча трупов то есть он явно не отсюда с корабля убежал чёрт возьми ну посмотрим кстати это уже интересно целое расследование аж что пошло не так расследование уровня ворвавый отпечаток свежий так ну хорошо мертвец пешки выпустили пиршество для птиц будет кто-то доволен эти птицы довольны вот как медведь здесь явно быть не могла думал юбисофт опять балуется с флорой фауны в своих играх но я ошибался написано что зверь из аркадии она контрабандист но зачем ей медведь и ясное дело про нечего искать пора возвращаться к женщине по-моему логично продать медведя задорого так спасти пересмешника но это прям совсем доп задание давайте выполним рассмотрим я должен защитить писательницу от спартанцев интересно хотя на самом деле эта миссия отличается от того что я делаю обычно хватит блин она тупая она просто бегает тут бой идет а такая нет я побегаю между солдатами нормально нечего страшно как ты меня назвал вот что бывает когда называешь евгена все победа или это еще не она черт возьми это не она фото здоровяка вызвали ну чем они больше о он провалился в текстуры может быть он умрет может он в итоге упадет так сильно что умрет нет нет походу он просто провалился в текстуре о смотри засчитали он все-таки умер видимо но все-таки есть полагаю это все спасибо ну и собственно это все что ли было опыта много дают или по-нищенски ну ка ну нормально 8000 стандарт вера возвращаемся а чудовище догадайся и шкаешь мертв и ты мне должна но сперва поговорим ты из аркадий медведи везли из аркадии тайна я нашел записи и кровавые отпечатки твоих рук для кожи разбросить ладно ладно мы везли медведя для некого саргона но посейдон показал свой нрав шторм выбросил нас на берег и проклятый зверь вырвался перебил команду вот как они погибли они были мне семьей это останется между нами отстанется между нами если заплатишь мне хорошо заплатят за имя того кто принес смерть на священную землю не смей посмею но ты можешь оплатить мое молчание презренный мистий вся моя семья мертва а ты хочешь еще денег ну я же наемник но драться могу твою мать это не то что я хотел ну ладно может я зря пожадничал ребят нас как как известно сказанного не воротишь поэтому прости подруга прости 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 я я не хотел что все так кончилось но как тебе сказать помягче сама на просимость сучка я вернулся солдатам подарка придется биться кулаками и на голодный желудок прекрасно так я нашел вино возьми давайте попробуем замутить вот что я нашел да ты хитрец вместе афинское вино ты какой большой покончим с делом выпьем его романс романс и меня удивляешь а ведь я едва тебя не заколола уйду ладу сделал прошлом даже было билем ты займешься когда мы расквитаемся с подарком по правде говоря не знаю я сражалась всю жизнь каждый день сколько себя помню мысли общение поглотили меня бывает бывает нет уж поглощает иногда чем займешься ты когда все кончится буду проводить время нас многое роднит когда все закончится мы могли бы найти тихое место и что же именно нас роднит и простое детство мы любим сражаться я ждал что давайте скажем романтичный ответ такой неожиданность просто мы я подумал люди часто так давайте так нелепо что я в моей голове звучало лучше храброго алексиуса застали не было круто охотно проведу с тобой время вот нужно готовиться узнав что случилось на делосе подарок захочет вместе и первыми пострадают жители острова да да так ну и что будем делать открывать подарку уж пора или нет вор новая гравировка урон охотника кира ее просьба а теперь как с подарком быть он тип уже не так защищен правительство слабая стража ну все понятно и наши два задания страдающие сердца и украденные драхмы у значит убийство черт ази тут сочи кстати долгая такая линейка квестов давайте мы с вами закончим чтобы серия не была слишком какой-то слишком здорово точно такой остров был сплавать и посмотреть что там просто одинокие острова меня на знаете ли привлекают крепость матильда тоже кстати так что всем ребят пока спасибо за просмотр увидимся в следующей серии надеюсь квест островами все-таки ну будет иметь хороший конец под названием убьем одного из культистов я очень надеюсь на это в общем всем пока ребят всех люблю вы топ до следующей серии